В эфире телеканала Самара ГИС, при своем мнении Инга Пеннер, здравствуйте. Лавочки под прикрытием. Рыночный бизнес в Самаре медленно, но верно принимает цивилизованный облик. Куда деваться заставили? За последние 4 года с улиц убрали 5000 незаконных ларьков. Только на минутку представьте, какое пространство они все вместе взятые съедали, чтобы понять, насколько свободнее задышала Самара. Понятно, что не всем этот процесс нравится. Те, кто поглупее, сопротивляются неизбежному топорными методами, как это случилось в феврале, когда ликвидировали нелегальный павильон рынка Октябрьский машину подрядчика, занимающегося демонтажом неизвестной подошкли. Предприниматели с более высоким уровнем IQ ищут и находят лазейки в законе. После чего прикрыть их лавочки чрезвычайно трудно, а порой и невозможно. Я уже рассказывала удивительную историю о том, как некоему парад удалось, уж не зная, чего ему это стоило, оформить как недвижимость нестационарные объекты. Речь о павильонах возле торгового центра «Май», которые мешают движению, но снести их так и не удалось, поскольку арбитражный суд встал на сторону коммерсантов. Но это далеко не единственный пример. Самарские бизнесмены наловчились оформлять право собственности, внимание, на асфальт внутри трамвайного кольца или даже на железнодорожные пути, чего уж говорить о земельных участках, которые прилегают к домам. Понятно, что мнение жителей на этот счет ларешников интересует в последнюю очередь. Безобразие, мы начали бороться, когда был один киоск. Они нам на зло поставили 8 киосков. Поставили бы еще 10, но некуда ставить. Плитка вообще великолепная. Я говорю, я думаю, когда выложат, думаю, неужели вернут киоски. Я была удивлена, столько средств. Это же центральная улица. Ну это же центральная улица, проспект Ленина. Это центральная улица. Я не понимаю, как вообще можно позволить вот так обезобразить улицу. Жители девятиэтажки по проспекту Ленина 6 давно не радует ни престижный адрес, ни даже новая плитка, украсившая бульвар. Ларьки, что оккупировали дом с двух сторон, вот ушли пять, как портит людям жизнь. Есть от чего расстраиваться, если под твоими окнами откровенно гадят. Расскажите мне, где они оправляются? Горшки выливают? Вот сюда на дорожку. Летом воничь невыносимая. Это рыба, это всего. Рыба и это всего. Вот они же все выливают. Во-первых, воды нет, руки не моют, ничего не моют. И все эти продукты берут этими же руками. Что тут дешево, что ли? Или свежий продукт? Тут свежих продуктов нету. Я летом взяла селедку. Свежие, свежие. Домой принесла, она вся разложилась, развалилась. Крысы бегают. Крысы даже бегают? Да они просто бегают, крысы. Это вот сейчас зима, еще ничего нет. Ни запахов, ничего нет. Летом это будет беда. А электроэнергии сколько? Они же все подключены под наш дом. Просто мы получим тот результат, как на Фадееве. Сгорел дом, люди пострадали. Там тоже же был рынок, такой же мини-рынок. Кто-то, это же немыслимо, они зимой обогреваются. Представляете, сколько они электроэнергии сжигают? Обогреваются стоят эти холодильники. Летом они ставят кондиционер, чтобы продукцию не использоваться. С каждым пьем стоит холодильник. Пожалуйста, дерево попилили. А здесь сколько посажали? Все попилили. Обрубки оставили. Сирень. Сирень была. Здесь 40 лет. А вот здесь все сломали. Четыре вишни. Очень большие. Сколько огораживали. Все срубили. Посмотрите, что они творят. А когда делаешь замечания, так они еще и угрожают. Торговцы так нагло ведут себя не просто так. Их ларьки в неприступные крепости превратилась в сделка, заключенная еще в 97-м году. Тогда владелец первого этажа дома, а эти точки по документам объединены под общим названием магазин номер 610, умудрился оформить право собственности еще и на земельный участок, прилегающий к зданию. Его-то он сдает в аренду киоскером. Увы, но формально, признается Владимир Аборин, замглавы администрации Октябрьского района, придраться не к чему. Киоски не выходят за границы участка. Но все же одну зацепку найти удалось. Грубо говоря, вот так вот. И в принципе они стоят в границах своих занимаемых земельного участка. Но здесь мы совместно с прокуратурой проводили проверку и выявили один факт, что эти объекты могут быть размещены здесь только по решению общего совета дома. И право жителей в этот момент было нарушено. Как хозяин магазина смог приватизировать землю без разрешения других собственников, дело темное. И что самое неприятное для жителей, это право было закреплено еще и решением суда в 2011 году. Этот факт пока останавливает прокуратура от подачи иска о признании сделки незаконной. Но все может измениться, если подозрения Росреестра, высказанные еще в 2013 году, подтвердятся. Дело в том, что в акте проверки соблюдения земельного законодательства государственный инспектор высказывает предположение цитата о подлоге подделки и фальсификации документов, что и позволило изъять участок из общего имущества дома. Подозрения эти сейчас проверяет полиция. Копия материала проверки была направлена в отдел полиции номер 4 для инициирования проверки в порядке 144 УПК принятия решения о наличии либо отсутствии встава уголовного преступления в действиях лиц, как направивших подложные документы в случае, если подтвердится данная информация, так и лиц, зарегистрировавших право собственности при наличии подложных документов, опять-таки повторяюсь, если подтвердится данная информация. Вместе с тем, в случае, если в ходе проверки будут выявлены основания для признания данного решения незаконным, будет рассматриваться вопрос о возможности обращения в суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Так что жителям проспекта Ленина 6 нужно набраться терпения. Процесс обещает быть долгим и не факт, что успешным. Не уверена, что удастся раскопать все увлекательные подробности истории, случившиеся еще в 90-х. Но пробовать надо, равно как уже сейчас можно заставить тех же ларечников вести себя прилично. Так что эту передачу можно считать обращением в прокуратуру с просьбой провести проверку и санитарного состояния киосков, и того, насколько законно они пользуются электричеством девятиэтажки, и способна ли вообще старая проводка выдержать такую нагрузку. Надеюсь, ответ на все эти вопросы не заставит себя долго ждать. Между тем, в городском департаменте потребительского рынка говорят, что проспект Ленина 6 – это не единственная головная боль. Самарские предприниматели вообще на редкость находчивы. Честно говоря, в других городах я с коллегами общаюсь, с таким, конечно, они не сталкиваются. Пытаются найти любые лазейки, к сожалению, вызывает просто неподдельное удивление, каким образом получают решения суда такие. Не хочу это комментировать, не моя епархия, но тем не менее неподдельное удивление вызывает внутри разворотного кольца городского трамвая. Да, вот где заканчивает трамвай, асфальтированная площадка, ну, точно никогда не предназначенная, было ни для каких частных целей. Весной они возвели забор, там, да, вроде как бы там за забором что-то творилось, а сейчас они начинают ставить там киоски. А вот это самое трамвайное кольцо, пересечение Ташкентской и Карла Маркса. Местных жителей восточными развалами не удивишь, рынок здесь не за памятных времен, но даже они были в шоке, когда рядом с рельсами стали монтировать киоски. Вот мне надо на рынок, я вот с этого дома иду на рынок, заходи. Вот, пожалуйста, здесь сколько? Метра нет. А если я чуть-чуть отвезу, а если женщины идут вот с такими капюшонами? Все, беда. Вот, пожалуйста, метр. Оттуда он показывает, сейчас сразу раз и попал. А дети выбегают, не уследишь, ладно, расчистили это, а то вот такие барханы были, бабушки никак не влезут. Вот, помоги, сынок, я перейду, сумку поставил на трамвайное полотно, я ее поднимаю, потом сумке ей подаю. Ну, это безобразие было. А вот человек идет, пожалуйста, по трамвайным путем прям, да? Да, да. Ну, вот навстречу ему сейчас. Куда ему бежать? Ну, просто безобразие. Дети носятся, они могут попасть по трамвайной линии, и не видно вообще, едет трамвай или нет. То есть, получается, для машин опасно, для людей опасно. То есть, это так мешает? Мешает. Очень опасно, конечно, потому что обозрение, и трамвай плохо, потому что здесь поворот, и людей плохо, потому что выходят люди настроены уже как бы перейти, а обозрения нет никакого. Безобразие невозможно какое. Это безобразие принадлежит ООО «Заря», директор Корнилов АА. Еще в 2012 году бизнесмену удалось оформить право собственности, внимание, на асфальт площадью 888 квадратных метров. Все это выяснилось, когда в конце 2014 года здесь появились ларьки и железный забор, который чуть было трамвай не задевал. Эту конструкцию по требованию администрацию перенесли, но на этом районные власти не остановились. Список из 15 контейнеров и трех павильонов уже направлен для внесения в реестр несанкционированных объектов. Предпринимателю предложили их убрать самому, ответа пока не последовало. Мы сначала даем время, согласно регламенту 1381, мы даем время, чтобы они сами демонтировали данный объект. Потому что мы считаем, что они не установлены незаконно. Значит, они вправе обжаловать наши действия. На данный момент пока обжалований никаких не было. Свидетельство на собственность асфальтного участка, не земельного, асфальтный участок останется. Забирайте асфальт, везите куда хотите, образно говоря. Прокуратура нас в этом отношении поддерживает. Я считаю, что данный объект будем демонтировать. Будем пробовать. Я хочу сказать, что мы считаем, что так не должно быть. Сергей Корсонцев, замглава администрации Кировского района, рассказывает. В его практике уже были успешные примеры, когда предпринимательская смекалка оборачивалась против них самих. Так в прошлом году на старых железнодорожных путях, что проходит сразу через четыре района города, установили киоски. Оказывается, ЖД-полотно стало частной собственностью, и его сдали в аренду ларечникам. Но в этом случае лавочку удалось прикрыть. Еще один поразительный случай. Вот этот рынок напротив торгового центра «Орбита», громко именуемый по волжскими торговыми рядами. Его хозяйке, гражданке Никитиной, удалось оформить собственность даже внутриквартальный проезд. Что вообще нонсенс. Правда, бизнесвумен и этого показалось мало, и помимо чудом легализованных контейнеров, здесь еще недавно стояли киоски совсем на птичьих правах. Их успешно демонтировали. Но, судя по всему, это, увы, не финал истории. В настоящее время, значит, по волжске торгового ряды данной ситуации не устраивает. Они ведут переписку с Министерством имущественных отношений по поводу земельного участка. Там у них в их собственности 1100 квадратных метров. Что якобы данные 1100 квадратных метров располагаются и на этот участок. Но пока суд по данному вопросу не обращались они. Так что я считаю, что мы законно все выполнили. Понятно, что вот так просто рыночные воротилы не отступят, будут искать малейшие зацепки, чтобы не отдавать застолбленную территорию. Ну а то, что рынок буквально заблокировал все пути к ближайшей Крущевке, торговцев мало волнует. У них своя, правда. У жителей своя. Вот этот маленький рыночек наш уберут, и сразу же цены поднимутся во всех магазинах крупных. Это оно так и есть. На моей точке цены пониже, чем в магазинах. Тут цены вообще фантастические. Самый дорогой рынок у нас. Почему дорогой? Потому что берут это самое за аренду. Большие деньги, они накручивают это самое. Да, конечно, ага, дешевый. Дорогой. Лучше уж в магазин зайти, вкрытый посмотреть там. И потом, видите, здесь не очищено ничего. Вот еле-еле тут все скользко. Ой, боже мой, как же это самое говорю. Ну а так бы если бы убрали, наверное, все-таки очистили здесь, правильно? Не проехать, не пройти. Больные, вот заболеют, да? Ни скорой помощи, ничего. Понимаете, безобразие какая-то творится. Как говорят обыкновенно журналисты, в таких случаях мы будем следить за развитием событий. Надеюсь, что они и впрямь будут развиваться. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»